Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Александр Гуртовой и Руслана. Привет! Привет, говорит! Далеке, где-то там в конце квартиры. Друзья, напоминаю, что мы находимся в Молдове. Я вам в прошлом выпуске говорил, что мы через Молдову едем обратно в Киев, так как недавно, ну, не прямо, может, недавно запустили поезда прямые Кишинев-Киев, который едет ночной поезд, в 5 часов вечера выезжаете, и на следующее утро в 11 часов вы уже попадаете в Киев. Друзья, смотрите, есть несколько вариантов. В прошлый раз мы ехали с Братиславы на автобусе до Львова, по-моему, 14 или 15 часов автобусом, а потом еще надо было сесть на поезд Львов-Киев, у нас был Интерсити, примерно 6-7 часов езды. Мы посчитали нужным попробовать новый вариант с прямым поездом с Кишинева, заодно посмотреть немножко Кишинев, прогуляться пару дней, так как у нас здесь была стыковка 2 ночи, и мы арендовали квартиру, собственно, мы ее показывали, если не смотрели, посмотрите в предыдущих выпусках. Стоимость билета на плацкарт поезда Кишинев-Киев за одного человека составила 1950 гривен, также был вариант еще купе, что-то в районе 2800 гривен. Мы решили взять плацкарт, причем мы взяли даже боковые места, верхнее и нижнее, но я надеюсь, что мы проспим всю ночь и дорога покажется не такой сложной, как, например, мы ехали с Братиславы на автобусе во Львов, потому что сидя, как вы можете понимать, нормально поспать невозможно, ехать тоже долго. Я помню, мы во Львов, когда приехали, то у нас прямо вообще не было сил, то есть мы такие вот на вокзале стояли, засыпали, там что-то пирожки какие-то вокзальные ели и все. Также еще популярный вариант, это вернуться домой в Украину через Польшу, доехать до города Пшемысль, либо Перемышль, и купить билеты на прямой поезд Перемышль-Киев. Это тоже поезд Интерсити, в принципе, он тоже удобный, но так как мы возвращались домой аж с Португалии, через Италию, еще в Италии несколько дней побыли, и с Италии был хороший самолет, точнее, по хорошей цене до Кишинева. То есть нам такой вариант подошел больше всего, плюс, я же говорю, мы хотели попробовать такой вот вариант новый с этим поездом, как вообще это все будет, ну и, собственно, поделиться с вами. Мы уже собираем вещи, смотрите, вот такие у нас два рюкзака, ну плюс там пару пакетов, какие-то сувениры купили, еще что-то, магниты, тарелки, коллекционеры Плюшкины. Все равно еще Саша поделился своими теплыми носками, потому что я особо не взяла, отжаловался у Саши носки. Короче, Руслана даже носки теплые не взяла, она думала, что она куда-то на Мальдивы едет, а тут реально вот в Кишиневе 8 градусов было, ну по-разному, то 6, то 8, ну как минимум, в принципе, это не сильно, прям и холодно, я бы сказал. Ну да, потому что у меня кроссовки, которые больше идут на осень-весну, или лето вообще, и они тонкие, и как бы здесь ходить было в них холодно, поэтому Саша дал мне свои носочки. Это, конечно, все хорошо, но у нас через 20 минут уже выселение с квартиры, нужно закинуть ключ там куда-то и, собственно, выселиться. А поезд-то у нас в 17, по-моему, 45, то есть нам надо где-то провести большую часть дня, я не знаю, может быть, в торговый центр поедем. Молдава Мол. Молдава Мол, да, мне кто-то рекомендовал этот торговый центр. С таксистом за него говорил. Не, из подписчиков. Да, я просто интересовался про места в Кишиневе, и многие там писали, молы, парки походите. Ну, собственно, в прошлом выпуске мы чуть походили, но больше всего мне понравилось это ресторанчик, там, где мы дегустировали молдавскую кухню. Я же говорил, что мне даже это немножко напомнило Батуми, я не знаю, Грузию, как-то мы окунулись в атмосферу и что-то начало напоминать именно грузинские посиделки. Так что, друзья, будем уже сейчас одеваться, собираться вот туда за двери, убираться, и, собственно, покажем вам полностью переезд, поезд, ну и так далее. Так что усаживайтесь поудобнее, заваривайте чаек, заранее нас поддерживайте лайком. Всем приятного просмотра. Приехали мы уже в Молдова-мол. Я так понял, мы тут будем до пяти часов, потому что с нашими сумками, пакетами, рюкзаками очень сложно. Короче, Руслана думала, что Пандоры нету в Кишиневе, а мы сейчас зашли в Молдова-мол, оказывается, она тут есть, но здесь нету шармов именно уникальных с их страны. Да, очень жаль. Это вторая страна, где ничего нету, ассоциирующегося с ее страной, ну, в плане шармов. Первая это была Словакия, а вторая это Молдова. Да, очень жаль. И, получается, Руслана не купила. Покажи вот эти, смотрите, она в последнее время вот такие вот сердечки покупает. Вот, видите, Испания, потом Будапешт, Вена, там. Я понял, у меня когда-то была такая Турция, но я ее потеряла. Вот, Польша. Потом вот еще какое-то, а ну что это у нас? А, это уже Испания, это уже по-новой. Ну, короче, хотя бы такое сердечко, и то его, к сожалению, нету. Вот, смотрите, какая тут интересная елка из печенюшек сделана. Вообще большой торговый центр на самом деле. И рядом, кстати, находится отель, вот этот Cartier by Marriott, который вот в Батуми был на набережной, такой большой, белый. Ну, в общем, пошли немножко пройдемся. Все равно надо, может, фудкорт какой-то есть, надо будет пообедать. Руслана на завтрак, кстати, приготовила авокадо-тосты с яйцами, да? Да, были авокадо-тосты, закупили заранее. Мы просто приготовили, попушили, первым же будет, что-то взять с собой в поезд. И, кстати, слушай, удивительно, но мы впервые воспользовались кухней, потому что обычно, когда кухня была в отеле или еще где-то, мы никогда не готовили. Да, потому что уже надоело, кушать, что попало, я уже так хотела нормальной еды. Сэндвичи, багеты. Это нормальная еды, и мы как-то приехали, Саша говорит, давай возьмем авокадо, и на утро сделаем нормальный завтрак. И мы прямо взяли сетку авокадо, и ровно 2-3 дня мы их едим. Поднялись мы на самый верхний этаж, и оказывается, здесь огромный большой фудкорт. Можете наблюдать, там он и кебаб, и пицца, и бифхаус, чикен экспресс, конечно же, макдоналдс, кинотеатр. Там еще ресторан такой смешной есть, называется Секси Фиш. Я его видела в Глобо в доставке тоже, кстати, вот еще и есть те боулинг, даже на входе. Да, и КФС, я еще не показал там в начале. Суши есть, кстати, дешевле, чем там, где мы в первый день были. Ну, тут типа фудкорта, там как бы рестораном было, потому и дороже. Ну, а мы пока решили не обедать, так как я уже рассказал, мы недавно позавтракали, и выехали с квартиры, взяли чай зеленый, ели нашли. В Макдоналдсе только черный чай, в КФС только черный. А это прямо там какое-то заведение типа пицца, да, и снеки. И, короче, там зеленый чай еще и в большой чашке, это прямо радость, потому что думал, что буду пить уже либо воду, либо Кока-Колу. Так что подумаем, я не знаю, через пару часиков что-то возьмем. А пока что завариваем чаек, как я всегда вас прошу делать перед началом выпуска. Вот, смотрите, кстати, отсюда виднеется елка, которую мы вам показывали, и всякие декорации, там тоже ресторанчики. И вон прямо такой кружок красный, ресторан Секси Фиш. Я еще такого нигде не видел, честно. Мне это очень рассмешило, прямо капец. Пришло уже время обеда, Руслана пошла в Секси Фиш и взяла там на тейк-эвэй, потому что там внутри надо сидеть, а мы тут сидим, как бы наши вещи стоят возле этого столика. Неудобно носиться по всему этажу. Короче, что ты набрала? Я взяла суп тумьян и салат чука. Какой-то соус и рис для... Это ореховый соус, он идет к чуке, но я не сильно его хочу добавлять, посмотрим, может добавлю. А рис идет к тумьянму. Кстати, его прям очень много, как будто целая порция риса огромная. Ну так ты его насыпай вовнутрь. В общем, стоимость 229 лей, это 11 евро. Да, ну честно говоря, я не пойму, за что тут 11 евро. Я вон пошел в зал, там типа биф-меню. Сейчас, когда его приготовят, принесу, покажу. Так оно стоит там 4 евро 80 центов, ну где-то 5. Смотрю, вот есть кальмар, креветка, миди. Хорошо, хоть не одна юшечка, да? Нет, я с моими продуктами брала. Еще одна креветочка попалась. Ого, вот это на 11 евро и риса одного с водичкой. И еще салатик. Ладно, приятного аппетита, пойду сейчас заберу свой заказ. А вот и мой заказ уже подоспел. 95 лей, это 4 евро 80 центов, либо 4 евро 90. Короче, давайте округлим, 5 евро. Смотрите, что у меня тут. Две биф-котлеты. Такие аппетитные. Еще и лепешка, я думал, лепешки не будет. Картошка, салат, помидоры, чесночный соус и лимонад. Это как бы биф-меню. Кстати, брал я его в фудкорте Beef House. Тут тоже находится на этаже, там он за Макдональдсом. Хотел Макдональдсы взять, но там за 110 биг-тейсти-меню. Я уже как бы биг-тейсти наелся. Думаю, надо что-то новенькое, тем более биф-хаус у нас нету. Я считаю, за такую стоимость вполне нормальная тарелка, типа менюшка. Так что приятного аппетита. Руслана там поедает понемножку свои морепродукты. Очень вкусный суп. Конечно, это же по-богатому. Смотрите, как я успешно поел свою порцию и немного порцию богатой пищи. Руслана сильно рано наелась, дала мне вот салат. А, еще салата немножко есть. Ты вообще как-то что-то не доел. Короче, не только я бомж обед свой поел, а еще и по-богатому. Видите, как хорошо, когда так может перепасть. Когда богата жинка. Вот, хотел вам показать название. Смотрите, кстати, очень красиво ресторан внутри оформлен. Но, блин, такое название я прямо не ожидал. А вот и Азиан Кафе продолжение, я так понял, это одно и то же. А на первом этаже, смотрите, супермаркет Фуршет. Это же сеть, которая была в Киеве, в Черкасах. Даже в Черкасах первый супермаркет был на юго-западном районе. Именно Фуршет. Я узнал по логотипу. Если бы не логотип, я бы, наверное, и не читал это название. Просто бы зашел вовнутрь. А так, смотрите, Фуршет. Это та самая сеть. Не знаю, есть ли еще она где-то в Киеве. Напишите. Может, где-то не закрылась. Но, по-моему, я давно уже не видел. И был удивлен, когда узнал, что здесь эта сеть еще работает дальше. Нам, кстати, надо в поезд воды будет взять. В этом как раз магазине. И как вы думаете, какую же воду я возьму? О, пачки. Ничего себе. Вот это я нашел. Моршинска прямо здесь. И стоит, кстати, 17 лей. Добрались мы, ребята, успешно до ЖД вокзала. Вот, кстати, табло, расписание. Наш поезд Кишинев-Киев в 17.45 на третьей коле и будет. И посадка будет, кстати, на поезд в 17.00. Я подходил, только что узнавал. Это, считай, за 45 минут еще раньше. Да. И поезд уже стоит. Хотя сейчас где-то час до отправления еще. Такой небольшой вокзал в Кишиневе. Я так понял, в основном там в Бухарест ходят поезда и в Яссы. Это там, где аэропорт вот этот, да? Международный. Мы когда брали билеты, я помню, они нам предлагали в Яссы тоже ехать. Это нам бы пришлось с Яссы потом сюда ехать на поезде, а потом только останавливаться где-то в Кишиневе. Да, что не очень удобно. И, кстати, по поводу этого поезда. Ходит он один раз в два дня. Я бронировала билеты на Укрзалезный. Удобнее всего скачать приложение, потому что в приложении у вас сразу будут билеты. А если без приложения, то они придут на поезд, и потом нужно будет их долго искать. Я решил, что лучше в приложении все это сделать. И в приложении еще можно посмотреть, какие будут даже остановки. Так что через несколько минут уже будет посадка, а потом еще полчаса в поезде сидеть. Я, кстати, сходил только что в небольшой вокзальный магазин, потратил последние леи, потому что мы что-то сильно много их сняли, носили с этой наличкой. Я уже пошел там сникерс, твикс, да, купил, лишь бы, ну, как бы деньги не сгорели. Ну и пару монеток, типа, сохранил на память. Мы часто с других стран привозили всегда монетки, ну, типа, как сувениры. Коллекция. Вот он, наш поезд Укрзалезный, стоит на третьей коле, ждет. У меня такое чувство, что он стоит тут еще с самого утра. А такой вот ясный Кишинев сейчас отправляется. Решил выйти и показать, потому что пока мы дождемся посадки, то уже и стемнеет, и толком непонятно будет, и ничего, собственно, не видно. Прямо здесь на перроне установили елочку, и типа снег белый. Хотя это какой-то ковер, я так понимаю. Так, заходим уже в поезд. Давно мы уже в плацкарте не ехали. У нас места 43 и 44. Это где, далеко от туалета? Главное, чтобы не сильно близко к туалету. Так, вот я помню, ездили мы и на таких. А, вот. А что, уже опущено? Обычно эта штука потом опускается. Короче, сейчас будем разгружаться всякие. Чемоданы, сумки. Все, уселись наконец-то. Короче, что там, буженина, хлеб. Ну, как обычно. Еще я взяла йогурты и яблочко. То есть голодные не будем. Да, надеюсь, что мы проспим большую часть. А я тоже надеюсь, потому что ехать ночью, как бы, я думаю, что мы проспим. Мне интересно, еще во сколько часов будет краница? Наверное, в 12 ночи, либо в 11. А последний раз мы ездили, по-моему, в Карпаты, да, на поезде. На таком плацкарте. Тоже боковые места у нас были. Я припоминаю. Скорее всего, что да, но это было так давно уже. Я уже даже не помню, несколько лет прошло. Давно и не правда, как говорится, да. Я тоже забыл. Наверное, полтора или два года назад. Вот это как раз то, что надо сейчас. Буженина. Хлебушек. Ням-ням. Ты будешь? Да, сейчас возьму. Доброе утро. Ну что, знакомые чашки, да? Да, но я их не видела. Кстати, странно, что у меня Катаяль садил в прошлый раз поясе таких чашек не было. Да, там были более такие современные стаканы. Да, мне, кстати, из таких даже прикольнее. Зато не обожжешься, когда горячий кофе держишь. А вот и мой подоспел чай, тонизующий, зеленый. Сейчас будем тонизироваться. С самого утра тонизируемся. И Соха в коллекцию. Кто собирает такие стики? Не мы. Ты раньше собирал, я помню, у тебя была большая коллекция, но потом ты их не спросил всех. Там было дело. Ну что, друзья, добро пожаловать в Киев. Успешно мы добрались. На ЖД вокзале находимся. Прямо сейчас вызываем такси, потому что, как всегда, обвешаны сумками. Уже поделимся эмоциями, когда приедем домой. Единственное, что я хотел вам показать, это погода, которая нас встретила. Смотрите, такой туман, что абсолютно ничего не видно. Поэтому прыгаем в машину и едем домой. Я уже так хочу домой, соскучился, как говорится. Руслана такси вызывает. Ну что, друзья, можете нас официально поздравить. Наконец-то мы вернулись домой. Честно скажу, прямо очень приятно возвращаться домой. Мы с Русланой любим куда-то поехать, что-то посмотреть, поснимать выпуски. Но именно то чувство, когда ты заходишь домой после какой-либо поездки, то это прямо тоже какие-то сверх эмоции. И, кстати, смотрите, мы зашли домой и нас ждали шарики с моего дня рождения, которые практически все остались целыми. Я смотрю, вообще ни один даже, по-моему, не лопнул. Да, ничего не лопнуло. А вот этот шар был бракованный, потому что я его купил, и он сдулся на следующее утро. То есть на днюху он уже был голимый. Вот так он не остался. Да, он как тряпка оказался, и мы его просто подвязали. Это тогда на стриме, кто был, тот помнит. Так что такие дела. Как вам шарики? Напишите. Это Руслана мне дарила. Бутылку я купил, а Руслана вот эти шарики. В итоге... 30 шариков. Да, 30 шариков, как 30 лет, собственно. Кстати, насчет поездки хотелось бы еще добавить, что вчера мы выехали в 17.45 по Кишиневу, а в Киеве мы были в 11.48, ну по киевскому, собственно, времени. И в общей сложности поездка составила 18.5 часов, да? Да, это так. Ну, честно скажу, переезд ночной, в принципе, мы поспали ночью, ну тоже там начали люди заходить, будили очень часто. Не скажу, что это прям поспали, но это лучше, чем сидя, потому что ты лежишь и вроде бы спишь, а сидя там шея затекать начинает. Это неудобно, намного удобнее, чем автобус. По поводу цен на билеты и как их купить, если вы тоже вдруг через Кишинев будете планировать куда-то лететь, то мы рассказывали, по сути, все, вся информация. Будем разбирать вещи, будем завтракать, так как с утра мы только чай попили в поезде, вот этот интересный. Ну тебе как, дорога, нормально вообще? Да, нормально, я поспала, тут намного удобнее, что можно лечь, как ты уже сказал, не надо сидеть, потому что, я помню, когда мы возвращались домой на автобусах, это было намного сложнее. Так что, друзья, в принципе, на этом все. Будем заканчивать данный выпуск. Если он вам понравился, обязательно поддерживайте лайком, пишите свои комментарии. Пишите, что для вас снять, что показать, куда поехать, что сделать, какие-то идеи подкидывайте. Возможно, именно ваша идея нас заинтересует, и мы такие подумаем, да, вот это классно придумали, надо это все воплотить в реальность. Так что, друзья, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, подписывайтесь на инстаграмы, чтобы не пропускать самую актуальную информацию в реальном времени. Ссылки на инстаграмы есть в описании под видео. И до скорых встреч, совсем скоро, мы с вами снова увидимся. Пока. Пока.